Сегодня второй соревновательный день. На одном поле играют сразу четыре команды. Химки против Казанского Мираза у представителей Московской области соперники сочинцы. По итогам первого тайма в лидеры с одной стороны вышла команда Казани, с другой – хозяева Южной столицы. Кстати, сочинцы показывают хороший уровень игры во всех возрастных группах. Футболисты постарше играют на других полях. Приняло участие более 85 команд с разных регионов. Проходит турнир у нас, младшая возрастная категория проходит на этом поле, в Кудепсте. Средняя в Олимпийском парке. И самые старшие, это 17-летние, 16-летние ребята играют на Мацесте на полях спутник спорта. То есть в день мы, допустим, на этом поле можем уместить около 20 игр, потому что дети еще совсем маленькие. Получается, в одно время они могут провести до трех игр. То есть делится поле на три площадки. Несмотря на юный возраст, спортсмены показывают хорошую игру. И этот турнир – возможность для футбольных команд повысить уровень и набраться опыта. Накануне и сочинцы, и казанцы потерпели поражение. Сегодня ошибки устранены, идет борьба за победу. Нападение у нас очень активное. А защита, как сказать, как щит. Мы стараемся играть в атаку больше, забивать больше голов и показать красивую игру. То есть не просто отпинываться от мяча, а играть низом и красиво. И действительно, во втором тайме игра была зрелищной. Атака желто-зеленых привела к поражению в прямом смысле этого слова одного из игроков команды «Химки». После казанцы провели и красивый штрафной удар. Четкое попадание в ворота и счет 2-0 заставили собраться и красно-черных. За пять минут до конца встречи «Химки» все-таки забили один гол. Вперед, «Химки!» Со счетом 2-1 завершился и матч между Сочи и Нарафаминском. Впереди у ребят еще несколько встреч. Итоги Кубка Южной столицы подведут в воскресенье 27 марта. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.